Какие машины могут появиться на дорогах в ближайшем будущем? Проще всего погадать по концептам, большинство из которых поражают своими не только инновационными, но и просто диковинными технологиями. Пожалуй, самый экстравагантный экспериментальный прототип этой весной показали разработчики из Финляндии. Биофоре – так называется экологичный автомобильчик для городских условий, созданный при участии студентов из Университета прикладных наук в Хельсинки. Столь оригинальная форма биофоре с необычной формой бокового остекления и распахивающимися в разные стороны передними и задними дверями продиктована соображениями аэродинамики. Но главной особенностью концепта является кузовная конструкция. Никакой традиционной стали или алюминия. Вместо них используется особый вид фанеры. Из нее выполнены пол пассажирского салона, дверные панели и центральная консоль. Передний бампер, боковые юбки, приборная панель и ряд элементов интерьера изготовлены из биокомпозита, говорит Юха Туамала, главный дизайнер проекта. В движение автомобильчик приводит агрегат объемом 1,2 литра, работающий на биодизеле. Любопытный концепт поставили на колеса и конструкторы Ford. Это минивэн C-Max Solar Energy, оснащенный солнечными батареями на крыше. Другими словами, перед нами гибрида-мобиль, питающийся от аккумулятора, который можно зарядить не только от розетки, но и от энергии солнца. Солнечная батарея концепта оснащена специальной линзой Фринеля, которая действует как увеличительное стекло, направляя солнечные лучи к панелям, установленным на крыше, поясняет Джим Хьюз, главный инженер проекта. Разумеется, без бензинового мотора C-Max Solar Energy не обходится, но двигатель потребляет всего 2,35 литра бензина на каждые 100 километров в смешанном цикле. Оригинальный концепт на электротяге этой весной показала и известная итальянская дизайнерская кузница Джуджаро. Имя ему Клиппер. Электрокар рассчитан на перевозку шестерых человек, которые усаживаются в три ряда. Для упрощения посадки-высадки в Клиппер используется оригинальная конструкция дверей. Спереди это крылья бабочки, а сзади крылья чайки. В движение электромобиль Джуджаро приводится парой электродвигателей на передней и задней осях, каждый из которых развивает 147 лошадиных сил и способен разогнать концепт до 204 километров в час. Британская Мини тем временем готовит самый большой автомобиль за всю свою историю. Им обещает стать новый универсал Клабмен, этой весной явленный в качестве броского концепта. Внешний облик Клабмен сохранил знакомые черты, а среди новшеств вписанные в рамки радиаторной решетки кругляши противотуманок и горизонтальные задние фонари. Судя по концепту, по бокам у нового Клабмен будет пара традиционных дверей. При этом де-факто универсал Мини является шестидверным. Как и у нынешнего Клабмен, доступ в багажник обеспечивают распашные калитки. Дизайнеры Вольво продолжают совершенствовать философию чистого и простого скандинавского дизайна. Новым представителем этой философии стал трехдверный универсал Концепт Эстейт, впечатляющий своей внешностью. Буквально все в этом концепте радует глаз. И передок с парящей решеткой радиатора, и фарами с Т-образными дневными ходовыми огнями, обтекаемые формы кузова и оригинальная корма, оформленная по мотивам знаменитого P1800ES, считавшегося иконой стиля Вольво. Как бы там ни было, но этот автомобиль слишком хорош, чтобы оставаться просто концептом. Что ж, таково автомобильное завтра в представлении европейских конструкторов. Оригинальная внешность, альтернативные силовые установки и инновационные технологии. Juha Tuomola, Geneva Motor Show, Rivetania, Autopanorama.